в этом видео я хотела бы немного поговорить о весе собак ну наиболее частый вопрос наиболее частые переживания будущих владельцев какой же у меня вырастет чихуахуа какого нужно брать чихуахуа чтобы он вырос маленький мини чихуахуа стандартный чихуахуа одни и те же вопросы задаваемые по несколько раз в день ожидаемый вес чихуахуа ну постараюсь в двух словах простите объяснить ну как бы говорится на трех пальцах вот смотрите всех моих чихуахуа здесь взрослые и щенки будем говорить сейчас о взрослых щенках взрослых чихуахуа взрослые чихуахуа достигшие ну скажем года вот они здесь у меня еду этот мажорик ему два года там с копеечками вот лежит филипп ему 6 лет исполнилось царица и пять лет исполнилось летом радуся стоит и два года а каждой собаке можно поговорить отдельно но к чему веду все мои чихуахуа весят взрослые от 2 200 вот до 3 килограммов кока вот даже больше скажу что кока на сегодняшний день весит 23 200 некоторые люди услышав вес 3 килограмма считают что это собака настолько огромные по колено что это просто какой-то кошмар что-то прям лошадь огромная филичка у нас иногда разъедается почти до 3 килограммов на сегодняшний день он весит 800 но собаки 6 лет он не толстый абсолютно то есть они у меня кушают правильно правильно да я рассчитываю по весу собаки но не худую него нет костей знаете какая у него шкура шея то есть это все вес собаки да не рост по колено а вес может как бы прибавляться до от того что собака раскормлена от того что собака смотрите жорика тоже все это есть но жорик длинношерстные у него визуально он еще из-за длинной шерсти смотрится такого же размера вот так вот это тоже все вес костяк не забывайте есть такие тоненькие царица ко мне вот моя царица царица ко мне где наша царь вот она бежит посмотрите какие лобулечки на моей царице царица иди ко мне она выше некоторых в холке до собачек но тоньше у нее более тонкие лапки не тонкий костячок вот она девочка которая шестой год и пошел она весит 2 700 она не толстая она не квадратная просто знаете она совершенно никуда у нее нет даже вот ребра так вот прощупываются если на них надо не так не торчит хребет тазовые кости у нее не торчат и они так покрыты даже жирочку точно вот сейчас в идеальной форме как я считаю вот бежит моя фантазия ее вес 2400 вчера я позавчера перевешивала она весит 2 650 она толстая на данный момент и она у меня на диете то есть она вот прям прям толстая у нее тонкие лапки то есть она у нее тоже костячок очень легкий это видно и понятно размером она одинаковая со многими моими собаками но она легкая рост от этого как бы ее там два сантиметра туда два сантиметра туда он почти практически не заметен если только сантиметром измерять вот а костяк играет первого как бы степенное значение давайте сравним чихуахуа с тойтерьерами с настоящими тойтерьерами которых в жизни называют оленятами на тоненьких тоненьких лапулечков такая вот тоненькая собачка тойтерьер может весить спокойно полтора килограмма и быть в два раза выше чем чихуахуа на лапах только за счет своего очень такого легкого тонкого костяка какого ты там увидела вот чихуахуа так скажем в жизни делятся не по стандарту а в жизни делятся на типы да облегченный тип и коби тип что такое коби тип это низкая собака на широк широким костяком с широкой грудкой вот пожалуйста вот посмотрите лапушки мне бы задавали вопрос почему у ваших собак такие толстые лапы у наших так такие тонкие потому что это разного типа собаки я не могу сказать что у вас не чихуахуа если она имеет документы если это подтверждено клубом что у вас не чихуахуа нет конечно если конечно собака без документов ничем не подтверждено здесь вообще вопрос закрыт сразу потому что происхождение вашей собаки остается тайной для вас и для всех но от этого она конечно опять же быстренько скажу что не станет менее любимой менее красивой но тогда не задавайте эти вопросы собачки с документами это одно собаки без документов конкретно купленные просто для любви души и обожания вот вы купили собаку без документов не задавайте никому больше вопрос какого размера она вырастет похоже ли она на чихуахуа не похоже ну то есть вы уже изначально сделали выбор как любимца деш подешевле вот опять же это не говорит о том что эта собака будет некрасивая нелюбимая любите пожалуйста юлька ты чё это пенек это пенек обычно вот посмотрите что делает наша рада она доминирует над жасмин она не кобель но она постоянно сверху залазит и делает садку это называется у псовых доминирование без стечки ну как бы это делают кобели до без стечек собаки нет сексуального увлечения это тоже отдельная тема вот поэтому давайте вернемся к весу да конечно каждый заводчик он примерно предполагает размер будущий размер будущий вес каждого щенка это как бы вот с момента рождения не видно абсолютно потому что щенки рождаются с разным весом нормальный вес щенка это от 70 до 180 граммов при рождении это ни о чем не говорит что собака вырастет там 5 килограммов или килограмм абсолютно это только зависит от того как щенок развился личная индивидуальность мамы да и папы вот насколько щенок доношен вот это как бы от этого зависит вес щенка при рождении как она идет дальше как щенок развивается даже в месяц мы еще ничего не можем точно сказать а сто процентов вам не скажет никто это невозможно вы а щенки которые в два с половиной месяца в три выглядят очень маленькими а потом вырастают достаточно стандартными в 3 килограмма и щенки которые в два с половиной месяца ну прям перспективные крупненькие такие для выставок это разведение мы ожидаем от них три килограмма они вырастают еле-еле два два это очень маленькая собака уж поверьте хотя некоторые считают что надо кило 800 нормальный заводчик и нормальный адекватный человек понимает что чем меньше весит собака чихуахуа тем слабее у нее здоровье тем меньше лет она проживет сколько бы вы не спорили ни с кем то что у какого-то соседа собака прожила 20 лет и она весила полтора килограмма то на моем опыте личном эта собака не весила полтора килограмма это просто так думали что она весила просто была маленькая и что эта собака но возраст собаки можно подтвердить только ее документами особенно в 15 лет очень часто замечала за людьми что потом год считают за 2 точно знаю кошечку одну знала на своем веку что каждый год она почему-то у нее увеличился возраст не на один год а на два там и на три люди забывают когда она там родилась живет давно значит 20 лет вот такая вот смешная история конкретно о весе можно поговорить еще как бы много вот и не забывайте щенок мало того что при рождении имеет один вес в возрослом возрасте имеет другой вес щенки интенсивно растут до 6 месяцев то есть 6 месяцев эта собака не по весу а по росту уже выросла дальше собака начинает развиваться то есть не растет голова мне открывается грудь собака перестает интенсивно расти ввысь но она формируется в процессе идет в этот момент смена зубов поэтому как бы говорить о весе в 6 месяцев мы уже примерно можем потому что собака закончила рост высоту и мы можем примерно предполагать уже где-то процентов на 80 какая будет все-таки у нас собака по размеру по весу а в остальном поймите что когда собака выросла вот давайте возьмем годовалую вы можете спокойно и взвесить если она нормальная кондиция это ее вес естественно в два в шесть лет все будет зависеть от того как вы собаку кормите потому что очень часто люди считают что их собачка не толстая но на моем пути его 80 процентов собак жирных встречается да да жирных жирных человек это не замечает он считает что-то нормально ну пожалуйста считайте лишь бы только здоровье не вредило и начинает эту толстую собаку взвешивать и говорит боже но мне весит 3 700 а вы на диету собачку посадите были случаи что собака весила 5 килограммов да к нам приводили суку которая весила 5 килограмм я такой бочки не видела никогда понимаете собаке 5 это это